Друзья, я очень рад, что очередной раз есть возможность с вами пообщаться, поселиться теми. Достаточно большими планами, которые на предстоящие годы у нас имеются в наших планах. И, конечно, немножко рассказать о тех делах, которые у нас прошли за последние 10 месяцев. Но вы понимаете, что состояние в нашей отрасли достаточно находится в нелегком положении из-за такого экономического кризиса во всем мире и, в частности, в России. К сожалению, все эти тенденции, которые имеют в экономике, так или иначе влияют на нашу отрасль недостаточно сильно. И больше всего, конечно, от этого страдают наши ювелирные предприятия России. Торговля более-менее работает стабильно и немного. А что касается российских производителей, конечно, ситуация для них достаточно сложная складывается. Но, тем не менее, настроение у нас бодрое, хорошее, позитивное. И мы надеемся, что прорвемся, преодолеем этот кризис тоже. Значит, я готов работу построить, значит, или я рассказываю, потом вы задаете вопросы, или мы сразу перейдем на вопросы и ответы. Как нашим журналистам кажется правильным? Сначала введите нас в курс. Да, давайте, вступительный курс. Да, я расскажу, что за предыдущий период, на 10 месяцев, пока я председатель Советной Ассоциации Ювелиры России, проделана колоссальная работа, колоссальная. Это 8 встреч было в Совете, то есть 8 собраний Совета, и 2 раза мы встречались на общем собрании, где мы собирали всех ювелиров России на наших, значит, выставках. В частности, это все организовывается раундом выставки Стив Джо. Первый мы сделали в Москве, и второй мы сделали в Москве, и буквально 4 февраля провели в Петербурге, в рамках выставки Джонбекса. Значит, какие вопросы мы выделяем как наиглавнейшие за этот фильм? Конечно, самое главное, нам удалось расширить состав участников, состав членов наших гильдий. Почти что нам удалось удвоить количество людей, потому что люди, ну, все мы люди, и все мы надеемся на что-то хорошее, и всегда ищем какие-то позитивные моменты, которые позволят нам поступить так или иначе. И с моим приходом, когда я создал новую команду, естественно, у людей появилась некоторая надежда, что может быть что-то изменится, может быть работа пойдет еще лучше, и многочисленные проблемы, которые стоят у нашей ассоциации, они наконец-то разрешатся. То есть такое усиленное поступление в качестве членов на нашу гильдию я расцениваю как кредит доверий, прежде всего мой адрес, потому что после моего призыва вступить в гильдию происходят эти процессы. Поэтому я, конечно, вначале очень рад, что это происходит, но и также ответственно отношусь и понимаю, что кредит доверия долго не бывает. То есть мы должны в своей работе обязательно показать те изменения, которые мы декларируем постоянно. Значит, в этой связи я в своем выступлении, в своей программе выделил несколько важнейших направлений, на которые я буду ориентироваться. То есть это базовые ценности нашей области, которые для меня очень дорогие, и я их озвучил. Прежде всего я везде говорю, и сейчас готов повторить, что ассоциация, которая называется гильдия ювелиров, я действительно хочу делать ювелирный. Это очень важно, чтобы в нашу ассоциацию вступили побольше ювелиров. Люди, которым дороги судьба ювелирного искусства, ювелирной индустрии в целом. Поэтому я считаю, что приход к нам дизайнеров, ювелиров, художников-ювелиров, да, это, безусловно, очень позитивный такой процесс, который говорит о том, что такая страна, как Россия, где из покупников ценилось ювелирное искусство, а наконец-то мы, уже приобретая объемную финансовую незамисимость, имеем возможность заниматься искусством. То есть наши заводы, которые производят массовую продукцию в достаточно большом количестве, это десятки тонн, производят российские производители продукцию. Одновременно пошли какие-то тенденции, когда в каждом заводе сейчас или уже созданы, или подумают создавать эксклюзивные участки, где будут производиться высокохудожественные ювелирные украшения. Мы все знаем, что в России очень много талантливой молодежи, талантливых художников. Только у этих людей, к сожалению, не было возможности проявить свой талант, потому что, во-первых, самая большая проблема, что нет площадки, где они могут свою работу показывать. И второе, немаловажное, это финансовая слабость, которая есть у этих людей. Талант есть, умение, знание, что делать, есть, а нет финансовой поддержки. Поэтому я моим друзьям, коллегам, производителям, бизнесменам рекомендовал обязательно создавать эти участки и профинансировать эти участки, чтобы в последующем рождались уникальные, хорошие украшения, которые в итоге поднимут их имидж и создаст благоприятную почву для создания бренда. Во всем мире, друзья мои, вы знаете, насколько важный фактор имеет для бизнеса существование бренда. И сегодня Россия, как тоже очень сильная страна, тоже идет по этому пути. Без бренда, а что такое бренд? Это, прежде всего, доверие к бизнесу. Если знает твое имя, он с уважением относится к твоему бизнесу, то, соответственно, твой товар и будут покупать. Если не знает ваше имя, они известны, если или знает, но есть негативный резонанс по отношению к вашему бизнесу, то вашу продукцию покупаться не будет. То есть бизнесмен должен дорожить, прежде всего, своим именем, именем своего предприятия. А имя создается хорошими делами, как вы понимаете. Производить только массовую продукцию, значит, таким образом, да, может быть, денег заработать можно, что и мы, собственно говоря, делаем и радуем. Но это сегодня уже мало. Жизнь диктует свои коллективы, и мы обязаны думать о завтрашнем дне. А завтрашний день – это ювелирное искусство, ювелирные ценности и, конечно, продолжение тех великих традиций, которые, собственно говоря, у нас в предыдущие годы существовали. Здесь вы видите покрытую галерею русских ювелиров прошлых веков, люди, которые делали честь и поднимали авторитет государства, чрезвычайно высокое, в Средизстан, так высоко, что сотни лет их уже нет, а их дела живут. И сегодня мы гордимся работами того же, значит, Овчинникова, Фаберджа, других наших ювелиров, да, а ведь они же жили сто с лишним лет назад. Это говорит о том, что их дело живет вечно, тем более это связано еще с ценностями, это очень большие вложения, инвестиции. Ну а если это еще имеет направленность искусства, то совсем уже хорошо. Но, к сожалению, за эти сто лет или сто с лишним лет был некий небольшой разрыв, вернее, достаточно большой разрыв, потому что большие такие всемирно известные имена мы за сто с лишним лет, к сожалению, не верим. Несмотря на то, что предпосылки иметь таких имен, таких ювелиров, у нас всегда было в России. Но, наверное, политическая ситуация, потом ценности менялись, да, эти ценности не так высоко оценились, и ювелирная индустрия не ассоциировалась с ювелирным искусством. Поэтому, как бы, отношение к ювелирке было, да, это золото-бриллианты, как бы, это только бизнес, и больше ничего. Но сейчас мы хотим изменить полностью атмосферу вокруг этого понимания, и никогда мы больше не согласимся с мыслью, что мы только государству интересны, как налогоплательщики, и все. Это неправда. Кстати, как налогоплательщики, ювелирная отрасль занимает мизерный процент, поэтому мы понимаем, что государство в этом качестве, конечно, мы поддерживаем, но сказать, что сильно мы интересны, конечно, нет. Но мы интересны в другом. У России, и наш президент много раз это декларировал, что имиджевая составляющая занимает очень важное место. То есть имидж государства, имидж страны. А как мы будем имидж создавать? Конечно, своими делами, не только нефтью, газу и нашими недрами, которые, кстати говоря, не сильно поднимают наш имидж, да, может быть, нас уважают, как богато государство, но всегда оценивают, а что ты сам лично можешь делать, как государство, так же, в целом предприятие и конкретного любого человека. И в этой связи мы хотим как раз, как ювелиры, достойные и продолжительные тех великих традиций, которые мы имели, и сегодня представляем себе, как их наследники, если можно так сказать, готовые работать, поднимать, значит, ювелирное искусство, ювелирное творчество на очень-очень высокий уровень. И надеемся, более того, мы уверены, что мы сделаем ювелирное украшение не хуже, а то и может быть и лучше, чем наши пришественники. Потому что, если они работали сто лет назад, не имели те технические вооружения, те технические оборудования, которые тогда не было, а мы сегодня имеем, то, соответственно, наши возможности многократно больше технических возможностей. Другое дело, что в сложном плане, да, может быть, у них вкусы или образованность в плане дизайна было лучше, чем у нас сегодня. В этой связи, конечно, вы знаете, что мы очень большое внимание уделяем нашим училищам, где готовят ювелиры, учебным заведениям. Это почти больше 60 учебных заведений, если не ошибаюсь, по всем 50 учебных заведений. Из них почти 15 – это высшие учебные заведения. Да, хотел сказать, что мы на учебные процессы не только уделяем большое физическое время, и внимание, но и финансовые, потому что поддерживаем те училища, которые обращаются к нам в гильдию поддержкой. Это могут быть не финансовые поддержки, и оборудование, и материалы. Ну, допустим, там проводили конкурсы, и потом более подробно остановитесь на этом. И, конечно, нам потребовалось там металл, там и некоторые специфические оборудования. Мы все это предоставляем с удовольствием. И радуемся, когда нас это бросит. И более того, когда мы видим, что руководители этих учебных заведений адекватные, нормальные, преданные своему делу люди, то, знаете, мы просто уже хочешь, сам хочешь пойти и помочь этим людям. Потому что люди горят, и мы, особенно говоря, горим этой идеей делать нашу страну великим ювелирным таким центром, миральным центром. Поэтому, что касается учебных процессов, в общем, мы открыты диалогом, и все знают об этом. Значит, какие мы крупные шаги сделали за этот год? Конечно, самое главное, это был форум, ювелирный международный форум, который мы первые провели на таком достойном уровне. Вы знаете, что в прошлый год мы объявили столетие Союза ювелиров России, на самом деле это там, и 15-летие духовного премника Союза ювелиров, гильдию ювелиров. Мы Союз так не назвали, а назвали гильдией. Ну, так сейчас более как бы современно, более по-русски, поэтому, в этом году, выбрано было такое название, и мы также зарегистрировались, как гильдию ювелиров. То есть в прошлом году две даты, это столетие Союза и 15-летие нашей гильдией. Очень много было сделано таких средних мероприятий, о которых не все слышали. Но самое крупнейшее, это, конечно, форум, который как бы в промышленной палате, то есть достойно очень большим таким пафосом, вдохновлением, с удовольствием мы провели. Вокруг нас объединились сотни, там почти 400 делегатов со всей России, из-за рубежа, из десятки стран были участники, представители. И, конечно, мы почувствовали, что наше хорошее дело не остается без внимания. Это отметили и участники, и самое главное для нас, самое ценное, это отметили во всех коридорах власти и, конечно, наши областные чиновники, которые тоже очень пристально следят, что мы делаем, и они очень сильно радуются, когда видят, что у нас есть позитивные изменения, и у нас дела идут в гору, то, прежде всего, если хотите, то они радуются, потому что им тоже нужны такие отрасли, которые динамично развиваются. Значит, я не буду вам подробно останавливаться на итогах форума, потому что там действительно колоссальнейшая работа была проделана. Кстати, в мире итоговые документы я не вижу. Здесь они будут, они все есть. Вы более подробно можете познакомиться и посмотреть те фамилии людей наших руководителей государства, которые там написали приветственные свои, значит, приветствия в адрес Ниндии. Это говорит о том, что им не безразлична наша судьба, судьба отрасли, судьба искусства российского. Потому что все понимают, сегодня россиянам не хватает, значит, не хватает чувства гордости за что-то. Поэтому мы даже вот сейчас идет Олимпиада, мы видели это грандиозное открытие и так далее. Невольно гордишься, что вот это у нас на стране. Есть спортсмены, которые первые места занимают. Я сам лично слежу за всеми этими, значит, спортивными мероприятиями и сам радуюсь за наших спортсменов. Но одновременно я считаю, что мы тоже, в общем-то, достойны вызывать такие чувства у нашего народа, чтобы наши граждане тоже гордились, что у нас есть ювелиры. Вот там Иванов, Петров, Сидоров, неважно, кто занял первое место в Гонконге, в Милане или где-то еще. То есть такие поводы мы должны нашему народу дать обязательно. Но для этого надо консолидироваться, надо работать. Надо сначала, конечно, идеологию выработать. Что мы хотим? Только заработать деньги, как частные бизнесмены? Или все-таки мы уже созрели до того, чтобы на шаг уже подняться и свысоко посмотреть на все это и создавать красивые вещи, тем более они остаются веками. В этой связи мы, кстати говоря, чтобы показать масштабность и сплоченность наших граждан, вы знаете, что мы организовали ювелирный благотворительный бал во славу русских ювелиров. И бал мы провели вам без на больше тысячи людей приглашенных. Я не знаю, кто-то из вас присутствует ли я. Если нет, то это досадная ошибка. Если да, то я этому рад. Но если нет, то у вас есть возможность участвовать в следующий раз. То есть это будет ежегодно. Так что в октябре мы проведем еще один бал. То есть это станет традиционным. Почему мы выбрали такую форму именно подачи наших идей, такую форму позиционирования? Потому что бал, вы знаете, насколько это еще с царских времен настолько был важным событием в плане культурного осознания нации как северной. И я считаю, что такие формы именно с позиции подачи очень соответствуют нашему ювелирному сообществу. То есть мы хотим показать, что ювелирное дело для нас не только это бизнес, это часть нашей культуры, наше мировоззрение. Мы приобретем цель тех традиций, которые были. Но мы сегодня, как открытое общество, внедряемся и в международные всевозможные организации. И в этой связи я хотел сейчас вам рассказать самый главный масштабный проект этого года. Значит, вы все знаете, есть такая организация СИМЧО, это Всемирная ювелирная конфедерация, куда входят все крупнейшие ювелирные ассоциации. То есть это международная ассоциация, а мы, допустим, Российский гиде, это национальная ассоциация, это наша русская ассоциация. И мы тоже входим СИМЧО в эту конфедерацию. Там входят, значит, мировые бренды и все ведущие ассоциации. То есть 40, больше 40 стран. Конференция СИМЧО проводится ежегодно в какой-либо стране. В прошлом году мы проводили, эту конференцию проводили в Тель-Авиве, в Израиле, где и гиде ювелиров приняли свои ряды. Не только приняли, но и председатель гиде приняли еще Совет директоров. То есть председатель гиде России еще один из руководителей этой авторитарнейшей организации. То есть мы влияем уже на эту организацию. То есть это говорит о том, что Россия уже не доводится только политикой внутри своих границ. Но и мы входим в международный уровень и показываем, что мы достойно у себя делаем, стране делаем, но и хотим влиять на мировые порядки тоже. И это нормальная, нормальная, здоровая амбицина с нашей стороны. Значит, по моему приглашению Конгресс СИПДЖО в этом году будет проводиться в России с 17 по 22 мая. Для этого у нас создана рабочая группа. Гальна Васильевна сидит рядом со мной. Владимир Петербургенский представил ее. Правда, должность не совсем правильная. Потому что он назвал ее предыдущей работой, а у нее сейчас новой работой. Я сейчас чуть попозже расскажу об этом тоже. И хотел сказать, что Гальна Васильевна отвечает за организацию этой конференции здесь у нас в Москве. Приезжают сюда из более 40 стран участников. Будет грандиознейшее вообще, можно сказать, мероприятие наподобие того, что сейчас происходит в Сочи. Только там спортивным лицом, а у нас ювелирным лицом. Представляете, Москва в течение недели становится мировым ювелирным центром. Понимаете, насколько это серьезно. Такого в истории никогда не было. Все эти люди, которые приезжают сюда, они ни разу даже в России не были. И у них ассоциация, что мы здесь только игру едим, водку пьем и медведей по улице гуляем. Нам надо, конечно, открыться перед миром и показать, какую чудесную страну и какой сумасшедший красивый город они приезжают в Москву. Я думаю, что они все будут влюблены в Москву, потому что у нас есть еще культурная программа. Большой театр, там много чего будет производить. Думаю, что они любят с Москвы, уедут и много-много раз будут возвращаться еще сюда. Друзья мои, давайте я о планах сейчас Галина Васильевна чуть попозже расскажу будет подробно. А я просто расскажу, что у нас буквально 4 февраля было общее собрание гильдивюзеров России в Петербурге. и мы там обсуждали будущее гильдиви. Потому что у гильдиви есть как внешние, так и внутренние проблемы, очень противоречия, очень много всевозможных вопросов, которые нам с трудом удается решить. Единственное, что могу сказать, конечно, есть очень большие разногласия, которые, чтобы решить, надо иметь большое мужество, надо иметь терпение, мужество и ни в коем случае не конфликтовать. Я лично очень нераболевый, любимый человек и считаю, что с моими друзьями, с которыми мы часто спорим, мы обязательно найдем общий язык и разногласия, которые иметь, и мы наконец-то их решили. Просто ко мне уже много раз и с вашим представителем, и наши члены гильдиви обращались уже по тем вопросам, что якобы там был какой-то конфликт, на самом деле никакого конфликта не было. Просто есть разногласия и мы решаем их решить. То есть мы стараемся их решить и однозначно решим. У нас просто, нет, завтра будет совет на ассоциации тоже для выработки важнейших вопросов. Больше вопросы будут концентрированы вокруг внутренних наших разногласий и проблем. Они имеются, мы их не скрываем, но одновременно мы уверены, что мы их решим. Если будут конкретные вопросы, более конкретные я готов ответить. Ну а пока хотел слово предоставить Галина Васильевна, чтобы она немножко рассказала по наших планах. А должность, ее новая должность, которая называется, значит, мы с Галиной Васильевной создали новый фонд, который называется фонд по развитию, по поддержке ювелирного искусства России. То есть это фонд, куда будут поступать объемные, значит, финансирования с разных источников. Это могут быть с любых источников. Могут быть спонсорская поддержка, могут быть и может быть даже удастся получить государственную поддержку, потому что, конечно, мы развиваем миллионы искусств в России. А в искусстве искусство вкладывается, иначе деньги в театр вкладывается, в кино вкладывается, в музей вкладывается, а мы, собственно говоря, и этими занимаемся. Поэтому я надеюсь, что мы тоже будем удостоены такой чести, когда государство тоже поможет. Сейчас вам слово. Спасибо, Галина Кургенович. Практически вы уже все сказали. Я хотела бы сказать, что фактически юбилейный отрасль с 1991 года в 1994 году создавала Российскую палату высококудровых производств в 1998 году.